Что это за явление такое и насколько популярен КОМИ-язык у тех, кто его никогда не знал, но много слышал? Заместитель министра национальной политики КОМИ Андрей Лазицкий, гость нашей студии. Андрей Анатольевич, здравствуйте. Здравствуйте, добрый вечер, уважаемые телезрители, уважаемые ведущие. Бурыт, Дона Лойтер. Ну вот идея-то в общем не новая. Предположим, в Карелии курсы родного языка уже давно есть. А как же с популярностью? Кто эти люди? Ну у нас эти курсы уже с 2005 года, это восьмые курсы. И в этом году мы замечаем бум такой на изучение, если так можно назвать, на изучение КОМИ-языка. Действительно более 50 человек записалось на эти курсы. И мы вынуждены были открыть две группы. Но особенность этих курсов еще и в том, что мы их разделили по степени. Значит, одна группа это те, кто начинает изучать КОМИ-язык, а вторая группа те уже, так сказать, продвинутые, у которых уже есть на руках какие-то представители. Кого больше, начинающих или продвинутых? Слушайте, ну, я думаю, больше начинающих. И еще одна особенность. Мы, как бы учитывая, что этот бум будет, на конференциях КОМИ-Войтер уже, так сказать, инициировали изучение КОМИ-языка, что называется, народными методами. Мы с помощью социально-оритетических предпринимателей, значит, делаем такие курсы в городах и районах республики. И они очень востребованы. Открытый сюжет Сосногорский, Юсинский, Уктыл и Световидинский район. 2 марта стартует зимняя Ибица. С каждым годом вот ее характер такой этнографический, он постоянно меняется. Вот в этом году спортивный такой вот бренд. Как вы считаете, все-таки это хорошо, что характер постоянно меняется? Ну, все не стоит на месте. Действительно, вы знаете, что 2013 год главой республики объемен годом спорта. И зимняя Ибица, естественно, на это ориентирована. Но я считаю, что финно-угорская составляющая, этнокультурная составляющая, она, безусловно, там сохранена. Я готов это доказать на примерах. Во-первых, у нас лыжный спорт. Еще надо поспорить, кто родоначальник лыжного спорта в мире. Потому что, вспомните, наших знаменитых олимпийцев. Там, значит, доказательства этого будут соревнования на лямпах и лызах. И мы увидим, значит, замечательные соревнования. И те, кто захотят в них участвовать, также могут пробежать на, так сказать... То есть это хороший такой повод, наоборот. Да, безусловно. И там будет и футбол самский, который будет комментировать знаменитый комментатор Виктор Гусев. Ну, даже Павла Бюрея можно привязать к финно-угорской теме. Потому что он будет проводить мастер-классы с детишками, значит, с Коми-Республики. И, возможно, когда-нибудь какая-нибудь звезда, которая засияет, так сказать, на небослоне хоккея, вспомнит этот момент, и этот момент будет у него, возможно, определяющий. Спасибо вам большое, Андрей Анатольевич, за интересную беседу. Напомню, у нас в гостях был заместитель министра национальной политики Коми Андрей Лазицкий. Смотрите.